Мы верующие уже 11 лет и пришли к Господу, как многие из радиослушателей, когда было очень тяжело в жизни. У меня сын внезапно заболел, и врачи давали ему сроку жизни неделю. Слава Господу, он жив до сих пор. И через эти трудные обстоятельства мы пришли к Господу, через семью наших родственников. И племянник первый рассказал нам о радио Эммануил. Мы попытались его найти, но у нас ничего не получилось. Это было давно, и сейчас я хотела вспомнить, сколько лет и не могла. И так как мы пришли уже в церковь, естественно, нам хотелось со всеми поделиться, рассказать о Боге. Хотели, чтобы наши родственники, и моя мама тогда еще была жива, чтобы все они с нами ходили в нашу церковь. Тоже так могли изучать Слово, читать Библию, вот, и просто, ну, как бы, чтобы они были там, где мы. И много, и я, и мои сыновья, они уже взрослые, ну, я маме, они бабушке, мы приходили после служения в своей церкви, и ей все рассказывали. Вот так, мама, вот так надо, вот Библия так говорит. И все, она слушала и говорила, я буду ходить в православную церковь, там, где Выдубический монастырь. И бабушка наша туда ходила, это мама так говорила. И я туда хожу, и у вас своя вера, у меня своя. Вот, ну, и, короче, то, что мы пытались ей донести, она не слышала. Потом так случилось в жизни, что поменяли квартиру, и вот я прихожу к ней, и она мне говорит, слушай, я нашла такую волну, и там такое, и я захожу на кухню, а там такое присутствие Господа. Прямо, ну, аж воздух звенит, и льется прославление. И она говорит, слушай, там утром говорили то же, что ты мне рассказывал. И так, вы знаете, через радио Мануил, ей никто уже из нашей семьи, никто ей не проповедовал, никто ее никуда не заставлял идти. Но через ваше радио, мама моя, просто познала Господу, пережила встречу с живым Господом, стала слушать Слово, наши обстоятельства жизненные очень, ну, кардинально просто стали меняться, и наши отношения с ней стали меняться. Потом, мамой моей, я хочу сказать, что ее нет уже шесть с половиной, вот, пять с половиной лет, но через это радио она приняла Господа, она слушала прославление, она слушала проповеди. И вы знаете, после ее смерти осталось дома много тетрадей, исписанных ее рукой, где она конспектировала проповеди, где она писала молитвы, как молиться. И когда-то мне было так горько на душе, ну, просто было так грустно, и мне так ее не хватало, и я со своей сестрой верующей из церкви говорю, слушай, так бы хотелось получить от нее какое-то письмо. И вы знаете, так случилось, я пришла домой, вот эти тетради, которые написала конспектировала, я открываю, а там написано, доченька, вот песня вот эта, доченька милая. И я читаю ее рукой написанное, вот это вот четверостишье, вы знаете. И я просто, ну, почувствовала, что этот Дух Святой меня утешает. Ну, это благодаря радио Эммануилу и благодаря вашему труду. Спасибо большое. И вот этот приемник, который был у моей мамы, он сейчас стоит у меня на кухне, и он у нас не выключается, за редким исключением, когда плохая связь. Вот, и, ну, трудно, действительно, как-то нету в продаже свободно вот этих приемников с короткими волнами. И я тоже при любой возможности говорю людям, что вот есть такая волна, найдите и слушайте. Это такое подкрепление, потому что, ну, мы, как бы, семья верующих людей, мы служим, вот. И служим мы в еврейской мессианской общении, слава нашему Господу, вот. И просто это такое ободрение бывает, ну, слушаешь, это как семья, это как уже семья. Да, слушаешь, эти голоса, они уже знакомые и активные, особенно люди, которые пожилые, они не могут выходить из дому. И действительно это стало как домашняя церковь. Просто хочу всем пожелать, чтобы в каждом доме этот приемник был, и каждый мог послушать радио Эммануил, где и проповедуется 24 часа в сутки Слово Божие, где идет прославление хвала нашему Господу, где читается Слово Божие. Большое вам спасибо. Пусть вас Господь благословит обильно. Спасибо, спасибо большое. Спасибо, Ирина.